Игромания дает Отвинта Наконец-то, что в мире прекратилась суета Начинается в мире летать Отвинта Отвинта! Вот так! Здравствуйте, дорогие друзья! Я Гомовер, а это Бонус, и мы с вами находимся в студии программы Отвинта. Отвинта! Говорят, что человеку столько лет, насколько он себя чувствует. Мы чувствуем себя на все сто! Сто! Сегодня у нас такой своеобразный жазец. Дайджест! Лучшие игры прошлых лет, вплоть до 2000-го года. Приглашаем наших ровесников вспомнить былые деньки и немножко взгрузнуть. Отвинта! Первая игра, о которой мы сегодня вам расскажем, называется «Еретик». Что означает «Атеист». Название игры вроде бы предвещает нечто связанное с противоречиями по религиозному вопросу. Правда, наши эксперты затрудняются определить, какой конфессии принадлежат все эти личности. К тому же, добрая половина из них похожа скорее не на тех, кто молится, а на тех, кому молится. Ясно, что здесь собрались поклонники какого-то мрачного культа. Посмотрите на эти зловещие символы и жуткие алтари. Признаться, нас покорила то, с какой готовностью все они, такие разные, сплотились во имя общей цели. Познакомимся с некоторыми из сектантов. Это глиняные големы. Они обладают душой. После гибели душа покидает бренные остатки, злобно смотрит на вас, затем устремляется ввысь, напевая «Иди, душа, в ад, и буди вечно тленна, о, если бы со мной погибла вся вселенная». Слова Тимофеева, музыка Богатикова. Следом идут очень красивые рыцари в боевых доспехах. Таких же вы могли видеть на экскурсии к историческому музее. Рыцари ловко бросают страшные боевые топоры, способные воткнуться во что угодно. Турнирные правила честного поединка они не соблюдают и набрасываются на вас скопом в пешем строю. Перебейте их. А это Деспериал на ручном драконе. Покровитель всех этих тварей. Судя по имени, иностранец. В вашем распоряжении находится неплохой магический арсенал. Самым простым орулем в котором является волшебная палочка. Невзирая на некую архаичность, эти магические предметы очень эффективны и просты в обращении. Вам стоит лишь направить их на врага и бабах. От него остаются лишь кровавые тряпки. Стены всех этих помещений напичканы потайными комнатами и тайниками. Фирма-производитель Иридика пообещала приз тому, кто найдет самый наисекретнейший тайник. Одному из наших экспертов это удалось. И знаете, что она там обнаружила? Пробочку с надписью «Тебе еще повезет». Повезет. Под винтом. Ну а теперь Bioforge. И все. И все. Эта история не имеет к нам никакого отношения. В том смысле, что героями ее являются не земляне и даже не марсиане или еще кто-нибудь из Солнечной системы, а жители очень отдаленной галактики, называющие себя Мандинами. Итак, вы играете за Лекса, киборга, который просыпается в одном из помещений аварийной базы и ничего пока не понимает в происходящем. Первая задача, которую вам необходимо решить, обезвредить стерегущего вас медицинского робота. Выйдя из комнаты, вы обнаруживаете, что в соседней палате тоже кто-то сидит. Этим человеком оказывается сумасшедший безрукий охранник, тоже жертва безответственных медицинских экспериментов. Как ни жаль, но вам придется его умертвить, чтобы завладеть его электронной записной книжкой. Обратите внимание на реплики, которые подает Лекс во время схватки. У нас нет причин убивать друг друга. Мы оба жертвы обстоятельств. Эти слова, согласитесь, свидетельствуют о большом человеколюбии. В игре есть несколько оригинальных находок. Вот, например, как это, которое можно назвать симулятором в симуляторе. Видите, здесь Лекс, который сам наполовину робот, управляет медицинским аппаратом, который робот полностью. Подобрав чью-то оторванную руку, вы получаете доступ во многие помещения базы. В одном из залов на вас набросится ящик. По мнению экспертов, раннетрясовый лабиринтодон. Убить его обычными средствами, увы, невозможно. Надо заморозить жидким азотом. Для этого заманите его на мембрану и дайте как следует по башке. Он, как говорят боксеры, сразу поплывет. Как говорится, головокружение от неудач. Да, да. А вы тем временем открывайте мембрану и привет. Ну, а затем запускаете вниз упомянутый уже жидкий азот. Заодно, как видите, вы заморозили и другого гада своим иеройством первого гада превосходящего. На пусочной палубе совершается подвиг отражения атаки неизвестных воздушных кораблей. Обратите внимание на реплики, которые теперь подает Лекс. Он говорит. Извини, старик, но я не люблю жума. Видите, он сильно изменился. Но все-таки для игры в BioForge одной агрессивности мало. Нужно и мозгами пошевелить. Если постараться открыть эту дверь грубым физическим усилием, то ничего не выйдет. Она надежно заперта. А замок-то аглицкий, с фокусом. А вот если крышечку вилочкой поддеть... ...поддеть... ...то внутри мы обнаруживаем вход. Видите, ничего не получилось. Молодец. Есть в игре и очень трогательные моменты. Герой иногда играет на дудочке, потому что это любимый музыкальный инструмент его создателя-хирурга. Во время вашего путешествия у вас неизбежно возникнет конфликт с роботами-охранниками. Надо сказать, что эти ржавые агрессоры очень старательны, но их стремление продвинуться по службе далеко опережает умственные способности. Если подойти к делу с выдумкой, то их можно запросто истребить. Лекс говорит, ты всего лишь дурацкая машина, Но излишняя самоуверенность тоже до добра не доводит. Истребить такую машину можно не всегда. Сегодня, как и всегда, мы представляем новые симуляторы. Вы будете симулировать воздушный бой. Многие игры этого рода давно стали классикой. Ну, как не вспомнить F-19, F-14, F-15, ну и так далее. А сегодня мы поговорим об игре Dogfight. Не путать с Hot Dog. ПОДПИШИСЬ НА УДАРНОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА УДАРНОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, какое мужественное лицо Это, наверное, летчик Вот идеальная схема боя, которую набросали наши эксперты Вы над Центральной Европой Высота 2000, скорость 350, противник висит на хвосте Делаете мёртвую петлю, затем обратную, так называемую живую петлю Затем эмельман, бочку и вот вы уже подбиты и горите А под крылом самолёта о чём-то поёт вражеский Бокки-Уль Ну вот и всё на сегодня Продолжение жаздится в следующую субботу Дайте старт Гейм, как говорится, оба Пора в колумбарии В санаторий Редактор субтитров А.Семкин